Виталий приветствую тебя на нашем совместном эфире очередном где мы с позиции техники и с позиции фундамента разбираем самые интересные возможности рыночные комментируемых и стараемся смотивировать тех кто все-таки следит за нашим контентом также приобщиться к этим трейдам думаю что даже несмотря на то что ты технический аналитик наверное осмотрел экономический календарь неделя очень тухлая будем фактически из пальца высасывать какие-то интересные движения хотя сейчас новая тема довольно важная и резонансная для рынков это очень непростые отношения с сша и китая которые судя по всему продолжают удаляться друг от друга это и торговая напряженность сейчас вокруг гонконга еще через протесты и новые возможные а санкции экономические ограничения ну короче сегодня когда я буду комментировать одну из своих идей я своего позволения к этому новостному фону вернусь и попробую опять же объяснить чем связан мой выбор инструментов именно с учетом этих локальных фундаментальных возможностей тогда переходим к демонстрации рабочего стола так вроде бы как пошла пошла сначала пару слов по тем идеям которые были раньше ну что ж начнем с рынка нефти к сожалению опять опять я на нем обжегся уже который раз много раз уже пытаюсь хорошенько продать но к сожалению рынок переигрывает и сделки закрываются по стоп-лоссу сделка была с отметки 3420 стоп-лосс был на уровне 3520 но разумеется мы сейчас котируем все выше не будут там юлить что без убытку закрылся нет ничего подобного я ждал все таки что рынок развернется рынок не достигнет достопового значения и пойдет ниже ну опять же я предполагал рынок располагал и в итоге есть то что есть если кому-то интересно точка зрения по нефтянке именно как я буду действовать дальше и вообще что от этого рынка можно ждать дальше я рекомендую все таки периодически просматривать брифинге мои личные на нашем канале на ютюбе пять раз в неделю записываю и очень много времени не выделяю рынку нефти в целом хочу сказать по моему прошлый раз я уже делал акцент то что я хочу найти хорошую точку для входа в затяжные ланги таки долгосрочные и скорее всего это уровни будут там поближе 30 долларов за баррель но пока что на коррекцию попытки ее поймать больше я в рынок лезть не буду в общем до отметки 30 31 доллар за баррель сохраняю выжидательную позицию если что-то супер интересное сложится может тогда прокомментирую ситуацию но пока что такая выжидательная стратегия тактика сижу на заборе что касается фунта здесь вот уже ситуация отличная мы продавали довольно выгодно я признаюсь продавал гораздо выше даже уровнем 23 до сих пор нахожусь в коротких позициях нашим трейдерам тем кто следит за нашим совместным стандартным творчеством я давал сделку по текущим это примерно с уровня 1.22 а 40 вроде там рынок был сейчас соответственно мы пониже я рекомендую короткую позицию держать тем кто не заходил раньше сегодня как раз новая сделка новая идея это сел лимит с уровня 1.2 1.1 90 1.22 то есть как раз вот попытка добоя до скользящей средней 137 периода чуть-чуть мы технику из подключим но вот это один из индикаторов на который я обращаю внимание если будет повторный отскок к этому значению можно будет продавать и ждать с прежними целями 1.20 и ниже я стараюсь придерживаться такого конкретного села по фунту потому что на мой взгляд фунт только такие возможности на продажу и создает это куча статистики на прошлой неделе данные по инфляции рынок труда роничные продажи тем кто интересуется статистикой пытается ее разобрать и понять как она должна повлиять на экономику советую экономические календарей открыть и посмотреть пятницу насколько были провальными данными по розничным продажам это худший вообще отчет не только для английской экономики я думаю что это вообще худшие данные по розничным продажам для всех развитых стран которые только видел там спад больше чем на 20 процентов я думаю что настолько плохим отчета не планировали увидеть даже самые реальные скептики поэтому мы ждем следующее заседание банк англии до него остается три недели и я рассчитываю на то что банк англии в сессии начнет смягчать монетарную политику снижать ставку и увеличить программу количественного смягчения вот сейчас у нас часовая свечка прямо рисуется вниз это для тех кто раньше заходил короткие позиции ребят все нормально ждем отметку 1.20 и ниже для тех кто все-таки не воспользовался раньше возможности продать повторюсь целый лимит с уровня 1.21.90 и 1.22 и еще я хотел бы сегодня порекомендовать сделку по золоту опять же со ссылкой на то что сейчас происходит в отношениях США и Китая собственно Китай наезжает на Гонконг уже принят фактически ну сейчас только законопроект о мятеже там сепаратизме то есть законопроект который в принципе подрывает финансовый финансовую независимость и автономию Гонконга США против этого законопроекта если он обретет формат полноценного закона то последуют новые экономические санкции это с комментарий советника белого дома по у нас безопасности Роберта Абрайна он собственно в эти выходные и комментирует ситуацию сейчас протесты будут в Гонконге я думаю что к этой теме мы будем возвращаться все больше все чаще и чаще риторика ухудшается и все буквально ждут новый виток взаимных таможенных пошлин торговых барьеров которые еще больше омрачат перспективу мирового экономического восстановления короче вроде бы как по экономическому календарю ничего интересного сейчас нету но я советую сам факт торговой войны и роста напряженности между ведущими странами США и Китаем сейчас использовать как возможность уйти выгодно в защиту и ждать именно довольно серьезного роста золото это один из этих инструментов но брать нужно не с текущих значений а посредством отложки buy limit с уровня 1720 при этом пойдем на цели это перехай выше 1760 а что касается собственно стоп-лосса это значение 1700 долларов за тройскую унсу я думаю что к нашему следующему совместному эфиру надеюсь то что у нас будет возможность с тобой еще раз прокомментировать ситуацию золотом и говорите о мощной волатильности этого актива ну примерно такой же как мы видели на неделе минувшей виталий на этой ноте тебе слово передаю у меня отключена демонстрация почему-то да сейчас секундочку момент попробуй еще раз все есть так видно рабочий экран все уже итак начнем сейчас с разбора того что я давал прошлый раз плюс напомню говорил что бы мы разобрали золото еще ну на сегодняшний эфир но я участвовал очень активно в комментариях и что мне понравилось после прошлого нашего баттла да был очень активный скажем активные комментарии к нашему прошлому видео и участников других и я туда вступил также в дискуссию писал некоторые свои мысли по рынку дополнительные отметил был золото в прошлую среду отметил уровни отметил модели которые могут быть интересны для золота мы их сейчас рассмотрим как они отработались и в принципе если участники будут активные в комментариях какие-то вопросы спрашивать или просто активничать то конечно если у меня будет свободное время я буду буду находиться возле компьютера я буду скажем вступать в эту дискуссию писать свое мнение какие-то комментарии возможно если будут какие-то торговые рекомендации они не всегда есть но буду подключаться к этому к этой активности и так вот тоже золото я прошлый раз вот я сейчас делаю демонстрацию я писал вот это у нас получается вот здесь получается 20 число мы прошлый раз вот здесь общались общались я говорил что если золото у него ключевой уровень не видно тысячу семьсот сорок восемь если ниже этого уровня шарты выше этого уровня ланги вот эта дневочка 20 числа закрылась ниже данного уровня и у нас образовался глобальный ложный пробой по отношению к максимуму который у нас был прошлом месяце плюс у нас на прошлой неделе здесь образовалась модель номер два яна на на youtube канале компания маркетс на позапрошлой неделе проводил обучающий вебинар как раз рассказывал по данному паттерну информацию и он как раз образовался здесь и после образования этого паттерна у нас произошел неплохой достаточно шор поэтому кто следил за комментарии кто был активный он сумел заработать скажем хорошо по золоту на текущий момент что могу сказать по золоту краткий комментарий если мы сегодня удержим уровень поддержки 1723 закроемся таким небольшим пин барчиками или хотя бы выше этого уровня то нужно следить здесь плюс и тренд может быть неплохой лонг с перехаем как-то говорил но если сегодня будут скажем медведи давить рынок данные вниз и в дальнейшем хотя бы еще завтра так поддавливать эту цену мы можем очень хорошо развернуться и по золоту может произойти уже глобальный разворот о котором я ранее говорил поэтому не исключаю что у нас был уже максимум поставлен 18 мая поэтому нужно здесь следить как будет дальше формироваться вот это скажем накопление и в принципе если до среды что-то нарисуется более понятное мы уже обсудим или там в комментариях я возможно что-то скажу и так на дальше перейдем к темы идеям которые я прошлый раз говорил это доллар франк я говорил шорт вот у нас уровень 0.9660 я говорил что мы находились где-то в этой области с селл-стопом шорт селл-стоп сработал цена ушла вниз всего на 25 пунктов цели я ставил ниже скажем где-то в район 0.95 0.96 вот этот минимум мы сюда не добили но это было понятно почему скажем здесь было было поджатие здесь мы остановились и можно было скажем как бы выйти потому что достаточно долго долгая проторговка была на этом уровне поэтому скажем как идея цели мы не отработались но скажем здесь можно было немножко сообразить поэтому идея с теми с такими целями как я говорил она не отработалась но здесь можно было скажем по трейдерски сообразить что здесь делать дальше на этой поддержке поджатии дальше по франку я бы хотел сегодня дать рекомендацию у нас достаточно по бычьему закрылись четверг и пятница показали что здесь реально присутствует покупатель и я уже буду давать по текущим покупку у нас получается 0.97 там 30 там 35 сколько у нас здесь получается по текущему если пустится ниже можно также покупать со стоп лоссами ниже минимума пятницы это 0.96 там 90 можно поставить да не исключаю что если мы сегодня не пойдем сразу на пробой вот эти вот этого всего сопротивления в районе там 0.97 50 0.97 35 можем еще раз скинуть и дальше уже там понаблюдать и так далее то есть не исключаю что мы можем скинуть и потом дальше уйти наверх и так далее но надеюсь что мы пойдем с текущих и здесь цели могут быть достаточно глобальные но пока я дам такие локальные скажем до среды это 0.97 60 дальше 0.97 80 я думаю до среды мы если здесь лонг рисуется долгое должны уйти а так не исключаю что у нас с текущих рост продолжится в район 0.98 90 и еще выше скажем выше единицы то есть вот это накопление такое большое оно скажем показывало то вниз то вверх но сейчас уже пытается пробить вот этот треугольничек и видно что при каждом падении вот даже вот здесь два месяца назад откупили его прошлый месяц откупили в начале текущего месяца откупили в конце этого месяца откупили есть здесь покупатель на данный инструмент так это у нас получается по доллар франку рекомендация также я давал рекомендацию которая не отработалась по риплу покупки где-то в диапазоне там 0.20 копеек со стоп лоссом по 19 но я писал в комментариях к прошлому видео чтобы следили за за биткоином потому что биткоин рисует шорт то есть поэтому эта идея не отработалась а биткоин с тех значений которые их я говорил вот это получается прошлая среда то есть мы достаточно хорошо вниз ушли практически на тысячу долларов почти плюс у меня в самом портфеле были такие инструменты прошлую среду почему я давал риппл рекомендации у меня был риппл bitcoin кэш был лоткоин и был трон доллар то есть все вот эти четыре инструмента с долларом я их после нашей битвы где-то прошло несколько часов я этот портфель весь закрыл два портфеля это bitcoin кэш и лоткоин в плюсе там несколько процентов трон и риппл в ноль получается не болтались потому что скажем биткоин и вот эти инструменты они где-то ближе к обеду уже показывают что здесь скорее всего формируются шарты повыходил продал весь портфель и закупился такими дешевыми монетками на бирже бинанс это квантум бат скажем они неплохо там подросли в районе там 5-10 процентов с прошлой недели поэтому нужно следить как я говорю уже за комментариями то есть я там пишу что дополнительно что закрывать что нет потому что на рынке ситуация меняется ну и плюс вторая рекомендация это будет евро доллар надеюсь что он уйдет с текущих в шорт то есть продажа по текущим там 1.08.70 все что ниже 1.08.85 я бы продавал со стоплосом поставлю пока короткий это в район 1.09.15 пусть будет надеюсь что мы будем падать с текущим цели у нас минимум 0.8.20 где-то вот в эту область 0.8 и дальше можно удерживать попробовать евро удерживать на на глобальный вал как по франку как я уже сказал у нас возможно был этот ложный выход с треугольника и сейчас мы будем обновлять минимум прошлой недели и текущего месяца какие-то в районе там ниже 0.7 и дальше падать глобально на паритет я думаю что это должно быть с текущих потому что вот картинка по франку либо мы вот сегодня там или уже завтра-послезавтра показываем сильный рост по доллару франку то есть индекс доллара будет расти евро доллар аналогично либо скажем здесь нужно наблюдать уже менять свое мнение по ходу действия PS да что будет рисоваться потому что если сейчас у нас по евро доллару будет сильный выкуп наверх импульсом то ситуация будет меняться по франку аналогично поэтому стайл стопы небольшие в районе там 30-40 пунктов плюс это все по торговым рекомендациям ну еще комментарий дам краткий по нефти вот light как у нас закрылось в пятницу я говорил по нефти если будет выкуп пинбарный по бренд и по light скорее всего будет дальше ланги продолжаться вот у нас light откупили хорошо скорее дальше будет рост шартов пока не вижу и бренд аналогично ее откупили пока она смотрится в лонг за исключением может быть если мы сегодня скажем вот с текущих пойдет падение какое-то или там чуть выше потом падение и не будет цену скажем медведи пускать выше там 36 то возможно будет рисоваться какой-то шорт если он будет я напишу в комментариях но пока я шартов с текущих не вижу и краткий комментарий по S&P 500 просили все время поддерживать в пятницу я говорил что скорее ланги либо с текущих пятничные вот эти минимумы которые мы удержали или лучше на пробой 29 там 65 29 80 если закроемся выше вот сегодня дневочка если закроемся выше у нас может быть хороший прострел нужно работать с небольшими если покупать стопами потому что вдруг это будет там скажем бычая ловушка и мы уйдем улетим вниз очень сильно поэтому уровни те же сами остаются по данным инструментом ну и пока все у меня Виталий спасибо тебе за комментарии тогда давай следить и до встречи в среду всем пока все пока